Беспредел это настоящий беспредел. Один что хочет говорит, кого хочет обзывает, а внизу что хотят, то и творят. Что это за министр здравоохранения, который позволяет себе такие вещи? Так нельзя. Если нет закона, то не будет государства. Не на лучшее. Не на лучшее. Вопрос уважаемому президенту Садыру Джапарову, руководителю правительства Акалбеку Джапарову, руководителям компетентных органов, чтобы они ответили мне на вопрос. Кто-нибудь из вас, наконец, остановит вот ту вакханалию, которую устроил министр здравоохранения Бешеналиев? В противном случае мы можем считать, что их молчание – это знак согласия. Что они совершенно согласны с тем безобразным поведением, которое сегодня демонстрирует нам министр здравоохранения Бешеналиев. Почему сейчас вот за то время, за правлением Бешеналиевым, мы приходим к тому, что обсуждаем вот вещи, которые оскорбляют каждого человека? Это же неправильно, это стыдно. Это стыдно для всей страны. Как президент не может это понять? Президент, идите и спуститесь вместе с министром, блядь. В Жилмассивы, в Новостоке, что там творится? Интернета нету, вы говорите, электронная запись. Нету интернета. Компьютер на весь ГСВ, компьютер один стоит. Вы что делаете? Именно Министерство здравоохранения, родное ведомство добилось того, что уровень зарплаты медицинского работника на уровне холопского труда. Как будто все эти врачи в рабстве находятся у системы здравоохранения. В рабстве. Медицинские услуги далеко давно не стоят столько, сколько идет сейчас по прескуранту ведомства и ФОМСа. Эти нагрузки не пересчитывались много-много лет. Никаких этих расчетов не переделано. Любое повышение зарплат, это остается на уровне фокусничества. Фокус-фокус проделали, людей в очередной раз обманули. Министр не может управлять врачами. Я вам скажу почему. Дело в том, что врачебная среда это закрытое общество. Там есть свои авторитеты, которых врачи уважают или не уважают. Клятва Гиппократа это святое для каждого врача. И в клятве Гиппократа написано, что тем более учителя, старика, разве можно такими словами ругать? Как после этого медик будет управлять врачами другими, если он нарушил клятву Гиппократа? Это просто невыносимо. Такой министр не может управлять такой сложной обраслью. У тебя есть проблемы? Зубы посчитаете по-дому. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok